Уважаемые товарищи, я хочу представить вам мой взгляд на локализацию энергии электрического поля. Этот взгляд несколько отличается от общепринятого, но перед этим я предпослал такой эпиграф, который высказал Ягам Гетте. Мы точно знаем, когда мы мало знаем. С ростом знания возрастает сомнение. Вот мы точно знаем, когда мы мало знаем, в защиту этого малого знания выдвигаются постулаты, которые я вчера подслушивал здесь. Постулат о том, что все ученые подкуплены Росфельдом, Максвелл, Жулик, Академики, Сволочи, уравнения фальшивые. Вот это вот аргументация тех людей, которые точно знают, потому что они мало знают. У меня сомнения возникают все время. И в связи с этим я подвергаю сомнению постулат, который перед вами находится, о том, что электрического поля внутри заряженной сферы нет, а все электрическое поле находится снаружи, и оно является носителем энергии. Сомнения, какого свойства у меня возникают? Их много. Одно из сомнений философское. Значит, установление, что поля нет внутри сферы, состоит в том, что не действует на заряженный носитель заряда, помещенный внутри сферы, никакая сила. По идее, это отсутствие градиента потенциала, тогда силы в самом деле равна нулю. Но разве можно отрисплять материальное образование поля, которое двигает весомые тела, с свойством этого поля, идеальной конструкции, градиент потенциала. А градиент потенциала, естественно, существует только в головах ученых и нигде больше. Это придумка человека. Вот это первое сомнение. Правда ли это? Впрочем, все, о чем мы и говорим. Теперь второе соображение. Если внутри заряженной сферы нет, то, приведя его вращение, мы каким-то образом появляется внутри сферы магнитное поле. Там ничего не было. Как же оно появилось, это поле? А в магнитное поле есть, опять же, материальное образование. Как из пустоты, из факта вращения появилось внутри сферы материальное образование? Ничего не понятно. Методологическое сомнение. У Игоря Евгеньевича Тамма в его известном труде говорится, что если мы поместим заряженное тело в поле электрическое, то на него действует сила. Но нам значительно проще считать, что есть тело, нет ли тела. Припишем появление этой силы, как будто в этом месте она всегда есть, независимо от того, есть ли тело или нет тела. Вот это методологическая вещь, которая совершенно неприемлема, например, в теоретической механике. Это получается, что если мы килограмм подвесили к пружине, а потом будем говорить, что пружине свойственна уже сила, соответствующая тому прогнему телу, которое было когда-то к ней повешено, привешено. Логическое доказательство. У того же Игоря Евгеньевича Тамма, единственное, наверное, потому что все остальные учебники этому телу вообще, этому проблеме не уделяют вообще никакого внимания, они постулируют это все дело. У Игоря Евгеньевича вот такая штука есть. Начинается взаимодействие... Начинается взаимодействие... А где клавиатура? Клавиатуры нету, да? А вы двигаетесь. Ага, есть. Так вот, начинается взаимодействие... Не работает. Ну ладно. Начинается взаимодействие дискретных тел. Переход к непрерывно распределенной плотности заряда, да, к интегралу, и поверхностная плотность заряда. Пока все замечательно. А далее что... Интеграл по чем, извиняюсь? Еще раз. Интеграл по чем? По поверхности, по объему. Естественно, где ρ, там по объему. А где σ, там по поверхности. ДВ, ДС. Одна по... А ДС по поверхности. ρ, это по объему, а где σ стоит, там по поверхности, естественно. Эта формула у Игоря Евгеньевича там, и она не вызывает никакого сомнения. Ни у кого, по-моему. Но дальше... А дальше вот левая часть появляется, равно единице на 8π, и интеграл, и квадрат ДВ по элементу объема. Вот это... Получается, что в том пространстве, где нет никакого ни ρ, ни σ, мы считаем, что там все-таки есть плотность, которая выражается в самой правой части этой формулы. Ну вот я предлагаю вам проинтегрировать вот пространство В. Заряженное тело ρ, которое обладает и σ, внутри находится А. Ну и естественно, что интеграл во всей остальной поверхности, кроме тела А, дает 0. И ничего там нету, никакой энергии. Эта формула, которая у Игоря Евгеньевича, она справедлива для того случая, когда ρ распространено по всему-всему объему интегрирования. Тогда все замечательно. Но если мы берем заряженный шарик и говорим, что где-то около него есть место локализации энергии, ну это явно натяжка. Вот эти все сомнения. Да, и сомнения еще одно существует. Сомнения, порожденные противоречиями электростатики и теоретической механики. Смотрите, что происходит в механике. Предположим, что вот есть футбольный шар, накачали его сжатым воздухом. Плотность энергии в нем W1, вне него W2. Силы, которые действуют на поверхность, раздувающие шарик, только в том случае возникает, когда W1 больше, чем W2. Ну, естественно, и никаких проблем. К электростатике переходим. Внутри поле равно 0, следовательно, W1 равно 0, а вне есть поле, плотность энергии какая-то. Но силы это все равно раздувает шарик. Это, например, заряженный мыльный пузырь. Задачники существуют у Топтыгина. Еще автор забыл. Там спрашиваются, на какой диаметре придет шарик, если его заряжать электрически. Вот эти все сомнения породили во мне желание разобраться в этом деле. Разобрался я на основе вот этих положений, которые представлены здесь. Электрическое поле является сплошной материальной средой, посредством которой осуществляется взаимодействие заряженных тел. И никаких соображений, препятствующих применению законов теоретической механики, не существует. А столько, поскольку поле как раз и является тем компонентом, через который передается взаимодействие этих самых заряженных тел. Больше на эту роль никто не претендует, кроме поля. Ну и в качестве объекта исследования я избрал сферический конденсатор. Это очень распространенная модель, которая практически во всех книгах по физике и электричеству применяется. Внутренняя обкладка имеет радиус R, внешняя R нулевое. Ее потенциал принимается за нулевой потенциал. Естественно, возникает сила, действующая на внешнюю обкладку, плотность сил F маленькая. Опять не работает чего-то, ага, вот заработало. F маленькая вот эта. Пока я вспомнил сейчас только, что внизу слайда, номер слайда есть. Если что-нибудь непонятно будет, на номер слайда сошлитесь, я тогда верну его во время вопросов и ответов. Ну и снизу еще адрес мой электронный, который можно обратиться ко мне непосредственно. Значит, вне конденсатора градиент поля равен нулю. Все поле, правильно говорят, наверное, сосредоточено внутри, между обкладками. Но внутри имеется градиент потенциала, созданный внутренней сферой, заряда внутренней сферы. И если поле воздействует на обкладку, значит, оно должно находиться в соответствующем напряженном состоянии. То есть, если вот эти силы появились, здесь плотность сил такая, то что эти силы вызвало? Что обусловили? Какой материальный носитель позволил эти силы реализовать? Снаружи ничего не может быть, следовательно, остается только внутри. Ну, больше просто нет никаких агентов, которые можно привлечь к объяснению поверхностной силы. Теоретическая механика подходит к этому делу, к исследованию явлений в сплошных средах очень просто. Оно вырезает элемент среды сплошной и смотрит условия статического равновесия. Что я и сделал в обкладке между обкладками конденсатора. Я вырезал вот такую область и рассмотрел... Объемная область, да? Еще раз. Объемная область? Объемная, естественно, да. Это центральный четырехгранный угол. Вот дельта омега, который здесь обозначен. Видите, вот я показываю его. Дельта омега. Это объемная область, на которую радиальные усилия действуют сигма-Р. И тангенциальная сигма-Т и сигма-Тау. И в направлении на нас и от нас еще пара сил сигма-Т действует тангенциальная. Статическое равновесие этой области выражается вот таким уравнением, которое сверху написано. Но и поскольку перемещение деформации и напряжения связано между известными эстетической механикой формулами, то это уравнение сверху написано на этом слайде преобразуется в уравнение второго порядка, которое также вот на этом слайде сверху написано. Решение уравнений известно. Оно вот приведено здесь чуть пониже, где С1, С2 это постоянное интегрирование. Постоянное интегрирование находим из граничных условий. Если Р равно Р0, и Р0 стремится к бесконечности, то первое слагаемое должно быть равно 0. Отсюда, значит, С1 равно 0. С2 находится из тех же условий вот следующим образом. Ну и отсюда, зная перемещение, определяем напряжение, в механическом смысле напряжения, Сигма Р и Сигма Тау в тангенциальном и радиальном направлениях. Они выражаются формулами, которые представлены здесь. Ну и деформация, естественно, разделив Сигмы на модуль упругости, получаем какую-то деформацию. Во всех этих формулах пока что непонятно, что такое К модуль упругости, но об этом чуть попозже. Но что очень здорово здесь получается, посмотрите, Сигма Р. Если мы радиус внешней обкладки будем увеличивать до бесконечности, а радиус стоит в знаменателе, то, следовательно, Сигма Р становится равным 0. А что такое увеличивать Р0 до бесконечности? Это значит, мы имеем дело с уединенной заряженной сферой внутренней. И, следовательно, отсюда вывод, что при рассмотрении уединенной заряженной сферы, вне ее Сигма Р равна 0, естественно, деформация равна 0, и, естественно, плотность энергии равна 0. Отсюда я говорю, что электрическое поле вне уединенного носителя находится в ненапряженном состоянии. Я не говорю, что там поле нет, там поле есть, но оно находится в ненапряженном состоянии и не может быть носителем энергии. А поскольку электрическое поле снаружи не может оказать силовое воздействие, то опять, сколько претендентов у нас на эту роль? Один претендент только. Это поле, находящее внутри сферы. Вот это, можно сказать, доказательство теоремы существования там поля. А теперь переводим к исследованию того поля, которое внутри сферы, уединенной опять же сферы заряженной. Уравнения, поскольку центральная симметрия соблюдается, то те уравнения, которые были раньше, они действуют. И следовательно решение то же самое остается. Единственное, что граничные условия изменились. Из того, что в центре сферы, мы полагаем, при радиусе, равном нулю, перемещение тоже должно быть равное нулю, мы получаем вот такие два уравнения для выражения радиальной напряженности и тангенциальной напряженности. На поверхности сферы должно выполняться равенство. Вот плотность сил FR должна быть равна напряжению, механическому напряжению радиальному при R маленькое равном R большое, что здесь и написано. Отсюда находим C1, постоянное интегрирование. Напряжения получились отрицательны. Это говорит о том, что сжатие имеет место быть. Поле внутри сферы находится в состоянии всестороннего сжатия или, говорят, гидростатического сжатия. Деформация в этих условиях в соответствии с законами определяется отношением напряженности поля к модулю упругости. Она выражается вот такой формулой. Все хорошо, но модуль упругости неизвестен. Отсюда находим модуль упругости. Модуль упругости, вот из этой формулы, которая перед этим была, вот 2К, находим модуль упругости. И тогда находим плотность энергии, которая сосредоточена в электрическом поле, находящемся внутри сферы. Получается вот такая вещь. 3Ку квадрат, 32Пи квадрат, ε0r в четвертой степени. Вопрос в задачнике. А как это относится с электродинамикой? Нет, не с электростатикой, не с электродинамикой, конечно же, с электростатикой. Вот теперь методами электростатики попытаемся определить плотность в предположении, что не вне находится носитель энергии, а внутри. Делаем это. Значит, превращение заряда, привносимого на поверхность заряженного тела, ведет к увеличению энергии. Никто не возражает, наверное, что это выражается формулой φ умножить на ΔКу. А энергию поля интегрирование найдем отсюда. Энергия поля вот такая получается. Это тоже известная совершенно формула, ничего здесь нового нет. А теперь вот эту энергию разделим на объем шара. И что получим? Получим абсолютно ту же самую формулу, которая перед этим была получена совершенно независимым образом, механическим способом. Я считаю, что это нельзя отмахнуться от этого факта, что подход к полиоэлектрическому, как к некоторому материальному образованию, к которому применимы законы теоретической механики, законы Сопромата, и совпадение этих результатов с результатами электростатики заслужит внимания и не может быть просто так отброшено. Теперь еще одно сомнение, которое было высказано в самом начале. Это как появляется магнитное поле при вращении. Ну, понятно, что внутри, если находится электрическое поле, вращаем, какой-то эффект должны получить. Вот дальше я смотрю, какой эффект мы получим. Предварительно рассмотрим кольцо, вращающееся, заряженное кольцо. И находим напряженность, находим магнитное поле на осевой линии, вот на этой осевой линии, которая здесь показана. Значит, можно рассмотреть и показать, как это делается, но это сделано в книгах известных. Получается вот такая картина. Напряженность магнитного поля определяется произведением потенциала на угловую скорость вращения. Ну, и если мы рассматриваем точку в центре кольца, то синус бета единица, и поэтому эпсилон, фи, омега. В других точках сам синус появляется, какие-то отличия получаются. Используем эту зависимость теперь для определения напряженности магнитного поля в точках на оси вращения сферы. Вырежем в сфере вот такие кольца. Много-много колец с сечениями. От каждого кольца мы знаем, что получается. Ну, и получается превращение дельта h, обусловленное каждым из колец, вот такое. Естественно, проинтегрировав теперь по дельта, по dα, мы получим выражение для внутри сферы. 2 трети эпсилон, фи внутренняя, и вне сферы 2 трети эпсилон, вот здесь неправильно написано внешне, это я не успел исправить, внутренняя. То есть потенциал самой сферы. А расстояние r0 куб, это характеристика носителя, а l3 расстояние, ну, по-моему, здесь есть. Где-то здесь l3, да, или я не указал его, не помню. Это расстояние, короче, линейное от центра сферы. Вот эти два выражения, здесь написано не в системе c, а в сборнике задач, вот Батыгин-Таптегин, 358-я задача, по памяти говорю, рассматривается все то же самое, только в другой системе единиц. Результаты совпадают. Отсюда тоже, я думаю, вот такой сделать вывод, что вот то, что я говорю, совсем не лишено какого-то смысла, потому что уж больно много совпадений, и все очень здорово подтверждается. Выводы. Электрическое поле в окружающем носителе заряда пространства находится в свободном, ненапряженном в механическом смысле состоянии, плотность энергии равна в нем нулю, и свободное состояние этого поля сохраняется до тех пор, пока в него не внесли хотя бы пробный заряд. Тогда деформируется поле, и появляется сила, действующая на пробный заряд. Но пробный заряд убрали, там ничего нету, больше ничего не сохраняется, никаких напряженностей, никаких хранителей энергии. Внутри заряженной сферы поля имеется и находится в состоянии всестороннего гидростатического сжатия, поэтому является носителем энергии. Магнитное поле появляется в вращающейся заряженной сфере, как результат вращения поля, находящегося внутри этой самой сферы. Ну и магнитное поле, давно такую точку зрения проповедую, не является самостоятельным физическим объектом, оно является результатом, или даже не результатом, а проявлением движения поля электрического. Ну и доклад, в общем-то, закончен, но по поводу Максвелловских уравнений. Недалее, как в январе 2011 года, на кафедре физики МВТУ имени Баумана, или он сейчас называется МГТУ, я докладывал мое видение уравнения Максвелла. Что я сделал? Я рассмотрел в частном случае электрического поля заряженного стержня и его продольном колебательном движении, рассмотрел сдвиговые информации, которые возникают в электрическом поле как в материальном среде, окружающем этот самый носитель цилиндрической формы, протяженный носитель. И что оказалось? Опять, применяя результаты теоретической механики, я показал, что все сдвиговые, что уравнения сдвиговых колебаний, возникающих в этом поле, абсолютно точно совпадают с уравнениями Максвелла. После некоторых преобразований, то есть выбрасывания этого самого напряженности магнитного поля. Вот если подходить к напряженности магнитного поля как к признаку движения электрического поля, то они абсолютно идентичны. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо за внимание. Ну что ж, вот наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. Ну и не удержусь от следования, на мой взгляд, великому пути господина Николаева, немножко порекламирую себя. Ну скажу, скажу, что, значит, ну вот в книжечке, которая внизу продается, которую я могу любому подарить просто так, значит, рассмотрены как раз две вещи. Как раз сфера заряженная. Как раз я прав, что у меня там не вращение сферы, а ток течет по сфере. Сказано вот о том, что поле там внутри действительно есть, и оно не может не быть. Сказано о том, что происходит, что надо на самом деле, когда мы говорим о поле, говорить не о поле, создаваемом одним зарядом, а говорить о формуле силы между двумя зарядами, когда два заряда. Значит, ну, короче, это там 250 страниц того, что я сейчас хочу сказать. Значит, ну, извините за вот такое злоупотребление своим служебным положением. Спасибо большое. Спасибо. Да, да, вопросы, вопросы, финаловаты. Вы знаете, а вы смотрели, вот вы вот как Максвелл выводил вот эти вот свои... Вот есть книжку, вот это «Избранные труды». Возьмите, она 52-го года издания, Цитлина ее редактировал, то есть эфирист, последний из Магикана. Там, по-моему, все это есть, деформации именно эфира там рассмотрены. Это неправда, вы говорите не про то. Во-первых, о выводе Максвелла, который он дал, ведь сказано не мною. Сказано, что он построил великое здание, но разобрал леса, по которым он взбирался на это здание. Но это великий человек неверно, неверно рассказал это. Вы лучше возьмите и прочтите эти статьи. И все, это... Действительно, это правильно. Прочитать спасибо. Но вы против того, что я сказал? В чем против? Нет. Я говорю, что это как хорошо. А прочитать-то я прочитаю. Частично совпадает с тем, что Максвелл забыл. Нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, пожалуйста. А, не видел. Как-то у меня вопрос. Это самый... Может быть, корректнее говорить не плотность энергии, а плотность действия энергии? Я не знаю, что такое действие энергии. В смысле, я не знаю, опять же, откуда известно, что само поле материальное. Если оно материальное, оно структурировано должно быть. От того, что оно бумажки у меня притягивало в шестом классе, расческу потёр, оно притягивает в двумя. Нет, оно притягивается, и я это не отрицаю. Именно поэтому оно материальное. Так, я боюсь, что это уже дискуссия. Пожалуйста, пожалуйста, дискуссия в дискуссионном клубе. Оно существует, но не обязательно материальное. Кто-нибудь когда-нибудь проверял экспериментальное наличие или отсутствие электрического поля внутри себя? Если под проверкой понимать, есть ли сила, действующая на пробный заряд, то проверяли многократно, сил нет. Но это градиента нет, это означает, градиента потенциала. А что там поле есть? Магнитное поле, откуда там берётся иначе? Подожди, я сказал, что электрическое поле, а не магнитное поле? Электрическое поле превращения. Вот электрическое поле, если там нет ничего, то откуда же там берётся внутри магнитное поле? Вообще ничего. Сферу заряженную начинаем вращать. Конечно, это установлено, все подтверждают это дело, и никаких проблем здесь нет. Так вот вопрос, а откуда же оно там возникло, если там ничего не было? Так, пожалуйста. Можно вернуться к последней странице? Рух. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас будет, сейчас снова оно заведётся. И я, а, вот так мы перейдём на другую страницу. Сейчас, 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 перейти к слайду. Перейти к слайду 30-му, да? Вот это, вот это. Что? Нет, нет. Последнюю переплагодарю. А, последнюю, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Опять 25. Сейчас опять оно. Так, перейти к слайду. Перейти к слайду, перейти к слайду, вот этому, 30-му. Вот перешёл. Так, ну, последнее, как вы говорите, это значит, что принципы монополии магнитные отсутствуют, да? Конечно. Сейчас, конечно. Тогда предыдущий вопрос, что вращение электрическое поле, но электрическое поле связано с электрическими зарядами, и поэтому приведение во вращение электрических зарядов, находящихся на сфере, приводит к возникновению магнитных... Конечно, конечно. Секунду, здесь маленько не так. Если исходить из теории дальнодействия, то да, где-то вращение было, а здесь появилось чего-то. А я говорю о теории близкодействия. То есть вот здесь должно что-то произойти, а не там, где-то далеко, где векторный потенциал существует. Ну, да, вращается вместе с ней электрическое поле. Да. Электрическое поле связано с зарядами, а заряды находятся на оболочке. Опять не против. Мы оболочку вращаем, получается движение зарядов, а магнитное поле есть проявление... Это вот теория дальнодействия. Еще раз повторяю, где-то вращается, где-то имеется ток, а вот здесь появилось магнитное поле. Как оно здесь появилось-то? Оно появилось как результат движения именно того электрического поля, которое здесь было. Выдвижение это поле электрическое связано с зарядами. Кто его двигает? Заряды движущиеся. Да, конечно. Правильно. Нет сомнений. Да, да, да. Так. Все, хорошо. Спасибо. Здесь вот чуть-чуть конфронтация, что магнитное поле не является самостоятельным физическим объектом, и в то же время вы говорите, что оно материально. Но оно существует, и его глупо отрицать. Например, такой приведу вам, очень мне понравившийся. У языков, лингвисты говорят, у языков людей первобытно-общинного строя, для лежащего на льдине белого медведя было одно существительное, а для плывущего другое. Так вот, эти два понятия, электрическое и магнитное поле, как раз это одно и то же поле, один и то же медведь, который то плавает, а то сидит на льдине. Так же и здесь, если в статике электрическое поле, а если это электрическое поле движется, я зарядил сферу и пошел в коридор с ней. Вокруг меня сразу возникает магнитное поле. Почему? Потому что я тренирую носитель заряда. Ну, понятно. Хорошо, 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 хорошо. Не сомнения. Все, все, спасибо. Спасибо. Сейчас я выключу. Спасибо за доклад. Все, все. Никаких вопросов больше. Спасибо.